Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу рассказать вам о своем переезде в Грузию. Первым делом я хочу рассказать о том, как я добралась в Грузию, какими путями и откуда я переехала. Некоторые знают, что я жила в Санкт-Петербурге. Мне там все нравилось и до сих пор нравится. Я обожаю этот город. Мне нравятся парки в городе, мне нравится архитектура и тому подобное. То есть это самый лучший город в России. Но мы решили переехать в Грузию и переезжали мы, можно сказать, таким неким путешествием. Первая остановка это была Москва, потому что в Москву мы хотели в этом году съездить и побывать там летом. И мы остановились в Москве на несколько дней. Мы там погуляли и еще делали некоторые дела, которые нужно было сделать перед переездом в Грузию. Допустим, многие, наверное, поинтересуются, как переезжать в Грузию из России с собачкой. У меня маленькая собачка Чихуахуа и нужно делать на него документы, естественно, для того, чтобы перевозить собаку в другую страну. Для того, чтобы перевезти в Грузию, вам нужно только документ, сертификат международный, который получается путем таким, что нужно получить сначала сертификат формы F1 и потом мы эту форму F1 меняем на международный сертификат. Все это нужно успеть сделать, зная, когда ты доберешься до границы, будешь переходить границу, потому что действует этот сертификат 5 дней и у вас только 5 дней для того, чтобы пересечь границу. Для того, чтобы получить форму F1, нужно поставить прививку от бешенства. Если вы поставили ее в первый раз, то вам нужно подождать 30 дней, для того, чтобы она освоилась, так скажем, в организме питомца. Кто ставит прививки постоянно, регулярно, то можно меньше дней ждать. Я в любом случае ждала 30 дней, потому что я еще делала чип ему и для того, чтобы внеслось в чип, даже если вы делали прививки раньше, нужно прождать 30 дней. После того, как вы поставили чип, информация в чипе записывается уже вся, которая будет после чипа, перед чипом, которой информация была, она не вносится в этот чип. Я так поняла, что в Грузию чип не нужен, но мы на всякий случай его поставили, потому что вдруг мы поедем в Турцию, либо в другие европейские страны, много где он нужен. Особо животное, кстати, не осматривали, когда нам делали форму F1, просто я пришла с животным, и максимум, что сделали, это отсканировали чип, и все. Ну, в общем, даже не осматривали, ничего не делали, просто дали справку. В Москве есть отделение для получения международного сертификата, и это делается либо в аэропортах, либо есть еще место, где я получала, это где-то в Москве, недалеко от центра, и как бы, ну, можно сказать, в центре, и отлично все получилось, и не нужно было ехать куда-то в аэропорт. И, в общем-то, мне там тоже все сделали, животное тоже не осматривали, просто оформили уже документом, с печатями, со всякими голографиями и тому подобное. Когда я пересекала границу, у меня вообще не смотрели собаку, не на пересечении с Россией, потому что мы сухопутным путем ехали на машине, и поэтому на пересечении русской границы вообще не смотрели собаку, и как будто у меня ее нету даже, а на грузинской границе у меня, можно сказать, тоже не смотрели собаку. Потому что я уже выхожу, проверили паспорт и тому подобное, и пропускают, и потом какой-то мужчина стоял просто на выходе, можно сказать, и такой, о, а кто у вас там, кошка или собака? И я говорю, собака, и он говорит, можно какие-то документы, и я достаю там все свои документы, которые я подготовила, и он просто берет паспорт питомца. Он просто посмотрел мои самые первые прививки на собаку, даже не листал дальше, и просто сказал, ну, все, типа. И, в общем-то, вот этого было достаточно. Но я вам рекомендую подстраховаться все-таки, сделать все эти документы, но вот он эти формы международные и тому подобные, сертификаты вообще не смотрел. Давайте расскажу про вещи, что я с собой вообще брала. И у нас было всего два чемодана, это мой и моего парня, и это небольшие чемоданы, которые я положила лично в свой чемодан. Это летние вещи, немного кофт, и, в общем-то, все, то есть, ну, в плане одежды. То есть, летняя одежда, одни кроссовки. И далее, следующая половина моего чемодана, было место все под мои маникюрные вещи. Да, я же мастер маникюра, я же блогер по маникюру, и я не могла ехать без моих маникюрных вещей. Взяла я, на самом деле, с собой все только необходимое, ну, как сказать, необходимое для блогера. Я взяла обязательно штативы, я взяла с собой лампу, я взяла аппарат Маратон, свой любимый, и я взяла лаки, гели. Если вам нужно видео про то, что именно я с собой взяла, разбор моей продукции, которые я взяла для маникюра, то есть, какие-то дизайны и цвета, какие именно я взяла, и какие я буду использовать, 100%. Если вам нужно это видео, я обязательно отсниму его отдельно. Я хотела его включить в это видео, ну, то есть, записать что-то про это в это видео, но я думаю, что это будет уже слишком долгое видео, и я решила, если вам нужно, вы обязательно мне напишите в комментарии про это, и я сделаю отдельное видео, видео, о котором мы уже более подробно обсудим, что я взяла по дизайну и гель-лакам. Следующее, насчет косметики. Меня тоже спрашивали, чем я крашусь и тому подобное, и именно в этот момент я собирала свою косметичку с собой. То есть, я избавлялась от своих палеток, даже кисточек, и каких-то еще, ну, еще каких-то продуктов для макияжа. Я взяла с собой всего три палетки теней, взяла пудру прозрачную, взяла бронзер, два хайлайтера и одну румяшку, в общем, я взяла все по минимуму. Взяла свои любимые кисти. Далее я взяла с собой плойку и фен Дайсон. Ну, а плойка у меня от Филлипс, я как-то снимала очень-очень давно свой обзор на плойку, можете перейти на видео и посмотреть обзор этой плойки. Я ее до сих пор пользуюсь, она мне до сих пор нравится. Она в целости и в сохранности все у нее работает, и выглядит она как новая. Вот, в общем, вот так все по вещам у меня вышло. Вот, в общем, так мы переезжали с двумя чемоданами и с собакой. В общем, еще были рюкзаки, в которых у нас лежали макбук, планшет, всякие провода и тому подобное, косметичка. Далее, после того, как мы какое-то время потусили в Москве, нам нужно было ехать дальше. И ехали мы до Владикавказа на поезде. Ехали мы где-то сутки с чем-то, поездная романтика и тому подобное. Очень классно было смотреть на всякие поля, леса. Во время того, как мы ехали до Владикавказа, подъезжая к городу к этому, мы стали заранее изучать, на чем мы поедем дальше. То есть нужно было искать какого-то перевозчика, который перевезет вас через границу в Грузию. И мы находили всякие группы в Телеграме и выбирали себе хорошие по цене и качеству. Но на самом деле все очень рандомно, и ты не знаешь, с кем ты поедешь и тому подобное. И нужно, конечно же, терпеть какие-то неудобства. Ну, в любом случае, мы понимали это, заранее знали, что это все не просто и нелегко, и не так удобно. Но нам нужно было туда попасть хоть как-то. И когда мы приехали на поезде, я уже заранее списалась с каким-то перевозчиком. Вроде бы это какая-то компания, которая занимается перевозками, и вроде бы у них там все централизовано. Можно написать, тебе ответят и тому подобное. Ну и все, нам подобрали какого-то водителя, который встретил нас во Дикавказе, прямо с вагона, прямо в двери стоял и ждал нас. Взял чемоданы, помог их донести до машины. В это время он выбирал себе еще людей, которые с нами поедут, потому что у него машина там где-то мест 6 или 7. И вот набирали людей на эти места, доехать на человека стоит 4000 рублей на тот момент. Мы переживали, что нам нужно будет пересекать эту границу где-то сутки. Мы были, если честно, к этому прям готовы, готовились морально и физически. Потому что это было бы очень тяжело в машине сидеть вот столько времени, и как бы даже заранее воду себе купили и тому подобное. Вот. Но, как оказалось, нам очень повезло, и мы ехали как раз в то время, когда пробки на границе не было. Только подъехали к границе, это Верхний Ларс, и вот мы пересекли российскую границу, и потом чуть дольше уже пересекали грузинскую границу. Хотя раньше было наоборот, у нас дольше, у них быстрее. Сейчас как-то наоборот было, что нам так сказали, что тут мы быстро прошли, а там что-то они подольше все проверяют. Ну, в общем, пересекли, все хорошо. На границе просто посмотрят ваш паспорт заграничный, смотрят на вас и пропускают. И также на грузинской границе ничего там, не было никаких досмотров вещей, ничего не проверяли. Это машина с вашими вещами проезжает, машины, да, контроль какой-то, а вы пешочком идете и проходите контроль зданий. Все, вы переходите границу, и вас везут до Тбилиси. Вот, везут до Тбилиси, до автовокзала. И с автовокзала вы уже своим ходом добираетесь до того места, куда вам нужно добраться. На автовокзале такая атмосфера не очень приятная, то есть там такой кипиш творится, много людей, там подобно, много машин. И вы с этими чемоданами не знаете, куда деться, у вас еще нет денег, Ларе, да, то есть вы еще их не перевели, так скажем, местную валюту. И, в общем, нужно было найти какой-то обменник, неважно даже выгодный он или не выгодный. И потом быстро мы сели в какое-то такси, которое вы еще поймали просто вот на улице, и нас довезли до забронированного отеля. Мы забронировали отель, он был, кстати, ну неплохой, хороший. Там мы были где-то двое суток, возможно, а может быть и трое. Ну, в общем, немножко. В общем, мы там побыли, погуляли, и потом мы переезжали и переезжали несколько раз в разные отели и даже в суточные квартиры, пока мы не нашли квартиру, в которой мы сейчас живем. Эту квартиру мы искали достаточно долго, мы не торопились, мы искали более адекватные варианты, потому что цены сейчас завышены на недвижимость, на съем, да, на аренду. Цены поднялись, и они достаточно высокие для Грузии, но из-за того, что очень много людей приехало сюда, и спрос повысился, естественно, сгибают цены и, в общем, пользуются этим. Вот, квартиру мы сняли за одну тысячу долларов. И, в общем-то, это такой адекватный вариант, на самом деле. Ну, тут очень классная квартира в плане вида и в плане того, что мы находимся в районе Ваки, который очень классный, современный, стильный, и здесь как бы более все цивилизовано, красиво. И, ну, как бы нам привычнее здесь, чем в других районах, хотя в других районах мы еще не были, но нам хотелось, чтобы близко было к центральному району, к улице Руставели, чтобы по ней погулять. Вот, и мы искали, вот, ну, мы знали заранее, смотрели видео какие-то, что район Ваки неплохой, и, в общем-то, мы в нем побывали, нам он понравился, и мы сказали, что вот здесь мы хотим снять квартиру. Мы искали, искали разные варианты, и, в общем-то, мы сняли эту квартиру. Следующее, хотелось бы рассказать о том, почему переехали в Грузию. Все из-за того, что в России я чувствовала себя некомфортно. Пока что, пока такая ситуация. Я чувствовала себя, как сказать, небезопасно. Вот, и поэтому в Грузии я себя чувствую безопасно. По улице можно спокойно ходить, не переживать, не пользоваться VPN-ом, спокойно сидеть на всех сайтах, которые ты хочешь сидеть, и чувствовать себя человеком. Вот. Ну, и плюс, почему-то не хотелось, если честно, находиться в России в то время, когда такое происходит. Кажется, что ты как будто бы причастен к этому всему, к делам правительства, и там потом, хотя это все делают неизбранный мною президент. И поэтому, естественно, было мне неприятно то, что происходит. Я это максимально не поддерживаю, и, естественно, мне было просто неприятно находиться там. Даже знаю, что, конечно, не все люди это поддерживают, но есть люди, которые это поддерживают, и мне не хотелось рядом с ними находиться. Если честно. Ну, вот такое вот состояние. Вот. Ну, и как бы, как только это все началось, назревало, конечно, решение о том, чтобы куда-то переехать, и точно не знали, куда переехать. И вообще это сложное, на самом деле, решение, тем более, когда тебе нравится твой город, и тебе нравится в нем жить, у тебя уже все сложилось, ты уже думал о покупке дома, либо квартиры своей. Ну, вот такое вот произошло, и поэтому мысли были переехать. Вот. И побыть в других странах, так скажем. Вот. Пожить. И поэтому мы переехали. То есть это решение назревало, да. У вас были такие моменты, когда хотелось просто сорваться и уехать, без даже подготовки. Но в любом случае нужно было бы готовиться, продать все вещи, которые у нас там, знаете, обжились всем-всем-всем. Там пылесосами всякими, кастрюлями и тому подобное. И нужно было от этого всего избавиться, вещей лишних. Я занималась, наверное, целую неделю или больше продажами. Я выставляла каждый день на авито новые-новые вещи. Было такое, что приходили за вещами. В один день по несколько человек, целая очередь около двери. Там кто-то за книжкой приходил, кто-то еще за чем-то. И вот так бывало, что они даже с другом сталкивались, эти люди, и думали, мы точно сюда попали. Ну да, в общем, вот такая вот суета была. Мне было вообще не до записи каких-либо видео, не до записи разговорных, типа я переезжаю и тому подобное. Я очень много хотела видео снимать про свою косметику, про то, что я беру с собой в виде гирлаков и тому подобное. Но у меня просто не было ни сил, ни времени снимать, сидеть эти видео. Когда я приехала сюда, у меня сейчас на это время есть, и я буду записывать, так что пишите свои рекомендации, пожелания, пожалуйста, под видео, то, что вы хотите видеть на моем канале, что вы хотите узнать про переезд еще более подробно. Я обязательно буду записывать вам видео, если вам интересно. И, конечно же, они будут выходить. Я сейчас как только приехала в Грузию, как мы только сняли квартиру, мы заболели. И просто я до сих пор даже с охрипшим голосом немного. И, в общем-то, только-только выздоровела, можно сказать. И вот потихоньку начинаю вам записывать какие-то видео. До этого я не могла просто потому, что я постоянно кашляла, и голоса у меня вообще не было. Грузия. Мне понравилось. Здесь жарко, значит, не будет холодно. И здесь много растительности интересной. Допустим, висят гранаты. Виноград там висит. И, в общем, интересно. Здесь горы. Здесь вокруг горы. И, в общем, мне кажется, почти с любого дома будет видно горы. Даже с моего окна здесь очень много горов видно. И это, конечно же, очень круто. Люди здесь доброжелательные, очень отзывчивые. Есть, конечно, и люди, которые менее отзывчивые, потому что вы сами знаете, какая ситуация произошла. И, конечно же, как к русским, у некоторых есть свое мнение. То есть они, возможно, не очень хотят общаться. Но это их решение. И, на самом деле, разные люди могут встретиться вам в любой стране. Даже в России. Но я знаю, что здесь много единомышленников моих. Поэтому я здесь чувствую себя намного комфортнее, чем в России. Потому что я, когда вижу людей с буквой Z на футболке, мамочки, которые одевают детей в эти Z-овские футболки, я такая думаю, господи, с кем я рядом живу. И, в общем, я, конечно же, себя здесь чувствую наиболее комфортно. Насчет карточек. Здесь я смогла получить карту от банка, открыть счет в банке. Но не во всех банках открывают русским. И, на самом деле, с этим могут быть какие-то сложности. Так что нужно тоже продумать вам заранее все. Когда вы будете приезжать в Грузию или даже просто приезжать как турист, здесь карточки не принимают любые банков российских. Так что вам нужно ехать с наличкой, доллары и менять здесь на ларе. Ну и открывать, конечно же, карты. Что по сим-картам? Сим-карту лучше всего брать, ну, заводить сим-карту здесь лучше всего в самом салоне связи. То есть, допустим, вы находите салон связи, и именно там вам лучше с паспортом открывать симку. Так будет дешевле, чем вы будете брать симку в ларьке, где продаются чехлы для телефонов и тому подобное. Там будет дороже. Да, вы их, возможно, быстрее найдете. Хотя здесь не скажу, что слишком далеко находятся какие-то салоны связи. Нужно просто дойти, поискать и тому подобное. Но советую все-таки открыть в салоне связи, чем в ларьках. Так дороже. И они будут без паспорта вашего. Ну, возможно, вам это потом пригодится для открытия каких-то счетов и тому подобное. Чтобы симка была на ваш паспорт. Вообще, интернет здесь, интернет мобильный достаточно хороший. И некоторые даже пользуются им дома. То есть, они не берут интернет домашний. Они просто передают, как модем, да, телефон. И тут хороший безлимитный интернет. Ну, вообще, в Грузии достаточно мало еще я попыла в каких местах. Потому что я заболела. А до того, как я заболела, мы искали квартиру и переезжали из места на место. Ну, и плюс открывали всякие счета, симки и тому подобное. В общем, некогда было ходить как турист по городу. Поэтому, пока что не сложилась у меня какая-то картинка о Грузии. Я еще ее не узнала, еще не посмотрела. Не походила по каких-то местам. В общем, я жду, пока я окончательно выздоровлю. И пойду по всяким интересным местам. Буду для вас снимать какие-то короткие влоги. Из Грузии, если вам, конечно же, интересно. Напишите мне в комментариях, интересны ли вам такие темы. Мне будет это очень полезно. Вообще, здесь есть и старый город, и вот, как я говорю, новый. Типа район Вайки, да, он более новый район. А старый район тоже интересный. Тоже можно походить по всяким улочкам. Там есть и узкие красивые улочки. И вверх, и вниз. Это же гористая местность. Здесь, в общем, здесь очень интересно ходить, гулять. Ну, вот, как только я выздоровлю, я обязательно буду ходить по всяким улочкам, снимать вам. Что, кстати, насчет магазинов. То есть, здесь я хотела в Икее все покупать, допустим, да. Но Икее здесь нет. Тут есть, типа, магазин, который закупается в Икее, и он продает вещи из Икее. Конечно же, они там дороже намного. Ну, как бы, я так поняла, что можно заказывать все-таки. Там вещи из Икее, ну, которые даже нет в наличии у них, да, допустим. Ну, вот, мне нужно было настольную лампу купить икейскую. И я, конечно же, даже не икейскую, хотя бы какую-то... В общем, я здесь поискала, так скажем. Долго я ходила, искала эти лампы. И только, когда я приехала в какой-то ситимол, по-моему, называется, магазин, и там я уже смогла себе найти лампу. Там был какой-то магазин такой домашний, там всякие штуки для дома. И там я взяла такую дешевую достаточно лампу. Она дешевая, она короткая, чем киевская. Не очень удобная, но хорошая. То есть лампа и есть лампа. Просто она и есть, слава богу. Вот. Но вообще по магазинам, там одежды и тому подобное, здесь их очень много. Есть и Пулумбир, и Бершка, и Страдивариус, и Зара, и H&M. Очень много магазинов, поэтому одеться здесь можно. Также я здесь хожу в Макдональдс кушать. В рестораны я еще пока не хотела. В Макдональдсе здесь есть бургер веганский, чему я очень рада, потому что я веган, хотя я ем рыбу. Я веган, хотя я ем рыбу. В общем, я люблю веганские бургеры, и у нас их нету. Что уж говорить о том, что у нас сейчас нет Макдональдса. Есть вкусные точки, которые не считают Макдональдсом. В общем, но у нас никогда не делали веганские бургеры. Но даже вот здесь, в Грузии, есть веганский бургер. Для меня было это удивлением, на самом деле, потому что я ела веганские бургеры только в Финляндии. И там достаточно большой выбор веганских бургеров. И я любила ездить в Финляндию ради веганских бургеров. Вот. Чему я была рада, что здесь тоже есть веганские бургеры, и это прикольно. Хотя я ем и рыбные бургеры тоже. Но что я подметила, что в Макдональдсе, в Грузии, нету креветок. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok